В прошлый раз мы немножечко с вами по воде обращались головой человека в разных ракурсах и немножечко начали обыграться с передачей выражения. Способ научиться бегать на самом деле один. Бегать. Если человек не бегает, он вряд ли научится это делать как следует. Поэтому какой есть способ научиться рисовать? Рисовать. Рисовать. Тренировка, тренировка, еще раз тренировка. Сегодня у нас будут, конечно, с вами и куски теории. Но в основном сегодня у нас занятие рисуночное. Какие наши задачи будут? До этого мы с вами рисовали всегда нечто воображаемое. А сейчас давайте немножечко, чуть-чуть переставим партак, для того, чтобы вам было удобнее работать. У меня задача в точности изобретить портрет человека. Такой задача. Надо изобразить поясную. Мы с вами договорились, что даже не только одежда, но и волосы на голове человека, да, лучше все-таки ставить, пока что для вас, в последнюю очередь. Попробуйте прикинуть, как идет линия черепа. Прическу можно потом одеть сверху. Если вам удобнее, можно, конечно, рисовать, делать прорисовочку, не контура тела человека, а сразу контура одежды. Ради бога. Но вы видите, что возникнет у вас ряд сложностей в этом случае. У вас совершенно запуск может начаться самостоятельная жизнь на рубахе. То есть рубаха живет каким-то одним запомным, а владелец рубахи, ну, просто совершенно другим запомнился. Потому что положение тела у человека одно, а положение одежды, которое вы вырисовали, совершенно другое. Я же рекомендую сначала попробовать на бросок положение тела. А вот потом не нажимайте сильно на карандаш, линии должны быть легкими, чтобы потом их легко можно было и бесследно убрать. Так вот, опять у нас пошел очень одинокий петух. Какого размера будет ваш рисунок? Небольшой, а мы как с вами поговорили, на небольшом рисунке легко ли увидеть, собственно, недочеты? Легко ли забрать где-то? Нет, не легко ли. Поэтому вовсе не обязательно делать рисунок, который бы упирался в границу листа. Он все-таки должен занимать существенно. Часть-то все равно маловато. Вот давайте я вам немножко помогу. Я нарисую рамку, в которой постарайтесь писать ваши рисунки. То есть макушка Коли должна быть вот здесь. Вот это локоть, например, вот это, должен быть вот здесь. Вот размер рисунок. Попробуйте разобраться, какую часть видимого вам Коли занимает голова. Зачуешь. Понятно, что большое. Вы же видите то же то, что находится над парком. Здесь мы с вами впервые столкнемся с одной интересной проблемой. Но сначала вы попробуете сами, а потом я вам покажу, как можно эту задачу решать проще. То есть вы считаете, что если вот это поле, которое над паркой, то голова у него снимает раз, два, три, четыре. И пятую часть. Пользуйтесь на ручку, даже на месте. Вот высота голова, да? Попробуйте этот отрезок умножить на пять. Так? Раз, два, три, четыре, пять. Понятно? Не вырежьте. Не вырежьте. Хорошо, так мне нужно познать. Дальше. Да, я хочу. Так. Попробуйте разобраться в основных пропорциях, то есть в соотношении, размере и положении тела человека. Не мелкие детали, не выражение лица, спасибо. Так? Не детали банданной, очков или футболки. Нам что важно? Нам важна одна вещь, чтобы высота головы не была в три раза меньше, чем ширина плеч. Потому что таких голов в человеке просто не бывает. Чтобы глаза не сидели, один глаз у затылка, а второй у сша. Потому что такого положения у вас не бывает. Чтобы уши у вас все-таки, ну то же самое, не под глазом и не там, я не знаю, на затылке. То есть скомпоновать видимую вам тело человека в соответствии с размерным положением деталей этого человека. Задачка понятна? Ну, я вот, кроме того, как я начинаю, что этот круг тоже будет величина в основе. Ну, так, ну секундочку, осмотритесь, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вы здесь круг видите? Ну, то есть, если вы пробуете круг, да, то в счете вот такой ширины должны быть, да? Что-то я не наблюдаю. Значит, понятно, что не круг, а обал, вытянутый по вертикали. Да еще, если человек наклонил голову к плечу, то длинное овощи овало пойдет вертикально или будет наклонено? Наклонено. Для этого вы и сидите друг перед другом, чтобы видеть, как оно на самом деле. Потому что одно дело всякая теория о том, как, что надо изображать, и совершенно другое дело на то же. Так, ну-ка, 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 прижаместно, прижаместно. Какие детали лица? Нет, детали лица в данном случае не настолько и важны. Так, а как. Я не могу, как он держит карандаш? В вашем варианте, это деталь, это деталь. Но в вашем варианте Володя прошел курс шейпинга. Вот так вот, подтянулся, вероятно, развел мускулатуру, но уж точно избавился. От своей кухлости, которая для него характерна. Так, Володь, вот ничего плохого нет. Ну, совершенно ничего плохого. Для каждого человека характерны какие-то свои индивидуальные черты. И слава Богу, что мы все расширены. Слава Богу. Ну, просто вы нарисовали не контур вот этого человека, а опять же свою некоторую фантазию про человека. А вы попробуйте все-таки приблизить, приблизить ваше изображение к реальности. Без мелких деталей, на уровне конкурса. Хотелось бы. Так, давайте, давайте, давайте. О, а у вас обратная ситуация. Значит, вы вашего вежаве откормили чем-то очень калорийным в течение некоторого времени. У него стали вот эти щетки, как-то мучки, да? И мужественный подбородок, который уехал вперед на полметра. Все-таки смотри, человек. Субтитры делал DimaTorzok Длинию волос вы решаете на расставление равной почти одной третьей высоты священных судно-жатуха. Ваш лутер часть лица, 2 раза больше, чем лутер. Ну, посмотрите. Если вы такой прокопший волосы, то линия волос должна здесь пройти. Понимаете? Попробуйте сами рассчитать, где. И, кстати, вам очень поможет, если вы одновременно уши нанесите. Вот давайте посмотрим, что выше. Кончик ушей или положение центральной линии глаз. На вашем рисунке уши должны уложить, как у эльфа, подниматься чуть не к затуху. Ну, вот такого я не вижу. Так что давайте... О, вам удалось даже... О, отличное даже выражение. Ну, изображение самих глаз одно из самых сложных изображений, да? Но очень неплохо для начала, очень неплохо. Так, когда будете считать, что наброс завершил, поднимите руки и зовите меня, ладно? Попробуем посмотреть, что там надо видеть. Так, ну-ка. Секунду я даю. Так. 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 Хорошо. Вот в вашем случае, значит, в вашем случае, вот попробуйте прическу волос сразу сюда снести. Значит, дело в том, что у вашей модели прическа занимает существенную часть волос. Поэтому, пока вы так нарисовали, у вас один размер головы по отношению к плечам. Так. Так. Когда вы сюда же нанесёте в каком-то волосе, у вас отношения связаны. Попробуйте примерно разобраться, вот по какой линии ставим вы. Так. 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 Ребят, понятно, что упражнение трудное. Плечи ездите. Да. Большинство из вас вообще первый раз, а вот этого делать не нужно. Почему? Скажите, пожалуйста, если человеческого детёныша, ну, вот маленького ребёнка человеческого, учить ходить сразу на костылях. Вообще, на костылях ходить безопаснее, чем без костылей? Здрасте. Конечно, безопаснее. Сколько у вас точек опора? Четыре. Не только на ноги, но и на костылях опираемся. Конечно, безопаснее. Нет. Или ещё такой девайс очень распространённый, кстати, лет десять назад. Трусы на колёсиках. Натурально. Значит, берём трусы. Ну, такие нормальные детские трусы, да? Значит, повесок от этих трусов крепится к рамке. А от этой рамки идут оси с колёсиками. После этого берём человеческого детёныша и вставляем в эти трусы. В пункт. Значит, ноги у него вот так болтаются и упираются в пол. После этого он упасть сможет? Нет. Нет. Он гарантированно не упадёт. И, перебирая ногами, он куда-то там перемещается. Это круто. Вопрос. Вопрос. Скажите, пожалуйста, детёнышек, которые пользуются вот таким девайсом, научиться ходить так же быстро, как и нормально учащийся ребёнок? А почему? Ну, это же удобнее и безопаснее. Это очевидно. Потому что это… Он нам дал это… Ведикую спешку… Да нет, Коля. Дело в том, что нельзя научиться ходить, не папа. Ваше тело должно понять, как управлять собой для того, чтобы не терять равновесие. Терял равновесие и упал. Скажите, пожалуйста, если вообще не можете упасть, ваше тело когда-нибудь научится управлять собой? Нет, конечно. Если вы пользуетесь линейкой и циркулем при рисовании… Братья, а вот эти линии как проведены? Ребята, если вы пользуетесь вот такими костылями при рисовании, скажите, а ваша рука когда-нибудь поймёт, как проводить линейку? Ведь это те же самые костыли. Так что, если вы хотите научиться рисовать, не получить хорошую отметку на уроке рисования, а вот для себя научиться рисовать, все линейки только – без линеек, без циркуля, без лекал. Правильно. Значит, надо учиться проводить оси как раз рукой. Оси – это самая главная часть техника. И это надо уметь делать. А без этого ваша рука не поймёт, как это делать. Понимаете? Только вы поймите правильно, я вас не ругаю. Дело не в том, что дядька-учитель вранится. Дядька-учитель советует, не более того, советует, как вам получить один результат и другой. Вот для того, чтобы получить пять баллов на уроке рисования, ради Бога можно брать любые постыли. И вы получите хороший результат. Но если вы хотите научиться рисовать, ваше действие должно быть просто другим. Народ, не страшно ошибаться. Не ошибаются только такие люди. Которые ничего не делают. Другого способа избежать ошибок просто нет. Страшно не учитывать результаты ошибок. Вот это намного интереснее было. Намного интереснее. Вот это действительно уже меньше вашей фантазии и больше натуры. Только учитывайте, опять же, небольшой остаточек у вас есть. Ага. Вот обратите внимание, вот эта вот толстая щека, как у бульдового боксёра, так и брыли висит. Для вашего нулезавия характерно или не очень? Не, не очень. В этом есть определённый смысл. Вот в этом. Но при этом, скажите, пожалуйста, толщина шеи и толщина головы действительно одинаково? Нет. Нет. А размер руки, вот, рука открытая голову. Она, на самом деле, меньше, чем ширина подбородка. Значит, вот давайте попробуйте. Привести... Опа, Света, вы меня пугаете. У вас очень неплохо шло изображение отдельных деталей. Но как только переходим к необходимости их сопоставить вместе, и тут же оказывается, что вот это у вас в одних пропорциях, а вот это в других. Понятно, да? Смотрите, что вы получили. Вот у вас расстояние от локтевого сустава до ключевого. Согласны, да? Ага. Вы видите, что оно всего в два раза больше, чем нос. Если уж голова такая, то давайте думать, что... Так. Так. С моей точки зрения немножко недооценивайте высоту. Опять вашу любовь к высоким скулам. То есть вы опять изобразили вот этот скуловой просвет. Бог знает какой высоты. Ну, попробуйте чуть-чуть опустить время в волосы. Я буду волосы постелать. Слушай, достойте. Так, ну-ка давай. Во, во, во. Ближе к реальности. Вот, значит, смотрите, есть в любом изображения и второе самое главное, но определяющее все остальное ориентир. Глаза на лице человека являются, ну, просто важнее скулением. Правильно. Когда на медленном углу головы, обязательно прикиньте, а какое положение там положатся. И уже относительно этих линий изображает все остальное. Вот это значительно. Но правда, вы теперь сделали другую штуку. Гоша у нас теперь не... Гоша у нас теперь сломан. Ну-ка. Смотрите, какого размера ушная раковина у Гоша. Если он положил вот так вот ладонь, он ладонью свою ушную раковину прикроет или нет? Посмотрите, она у него какая, да? Нет, такую ушную раковину ладонью прикроет. Вот на лице не бывает мелких деталей. Вот если вы чуть-чуть умеете располагать, вот так вот. Вот это и вот это. То все придет... Кстати, вот это ухо. Вы немножко размахали. Вот это ухо у вас более пропорциональное. Здравствуй, ужас. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так, ну... Узнает все. Давайте... Давайте... Все-все-все все сели. Сели-сели-сели-сели. Давай, я денусь. И давайте смотрим в чем вы. Вы, это... Вчера такие же знаки с собой есть? Да, я с собой... в рисовании носа, вы всегда рисуете одинаково. Обратили внимание? Хочу, да. Обратили внимание. А ваш визави имеет не такой опыт, да и нос не такой. А вы, тем не менее, рисуете, исходя из того, как вы научились рисовать. То, что вы научились делать один тип словного изображения, это очень здорово. Ну а теперь давайте на живую свет посмотрим. Попробуем сравнить вот это вот, расстояние, высота подбородка, так, допустим, с шириной носа. Так, скажите, реально у света ширина носа больше или высота подбородка больше? Не получается у меня. Ширина носа. Нет, ширина носа, как можно. А, вы немножко под другим углом зрения, но все равно ширина носа будет. А у вас? Так? Ну, свет все-таки не Шварценеггер. Значит, у него нет вот такого утюга. Значит, подбородок меньше, существенно более острый. Линии нижней челюсти где-то не так. Вот таких негритянских губ я у света тоже не вижу. Обратите внимание, к уголкам вот сюда. Губы расширяются, как вы рисуете. Ну, такое. Есть ли вот настолько выраженная вот эта центральная ямка на нижней губе? Смотрите. Я что-то не вижу. Вот попробуйте опираться не на то, что вы уже умеете, на то, что вы там, как вы привыкли изображать, а немножко посмотреть на то, как на самом деле бывает. Так. О-о-о! Я думаю, это даже нижний тип портретного сходства получили. Так. Правда. Ну, правда, вы почему-то открыли за то. О-о-о-о! Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok